Музыкальный вечер Волгоградской филармонии и культурного центра Елены Образцовой из Санкт-Петербурга. Наследие Елены Образцовой – это вообще культурно-просветительский проект. У нас проходит ежегодно всероссийский конкурс на приз культурного центра Елены Образцовой. Что дает этот проект? Этот проект дает возможность посещать творческие сессии всероссийской программы «Сириус», возможность участвовать в программах, которые организует Министерство просвещения. Ну и это, конечно, поднимает очень статус преподавателей, которые готовили этих ребят. А ребята – 112 человек, эти лауреаты уже, которые накопились у нас за это время. Среди воспитанников центра Елены Образцовой – наша землячка, студентка третьего курса вокального отделения Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова Мария Строганова. Вокалистка занимается музыкой с четырех лет и мечтает петь в оперном театре. Для меня музыка значит огромную часть моей жизни, потому что я занимаюсь буквально каждый день. И мы занимаемся в училище с девяти утра до девяти вечера частенько, так приходится. И это нисколько не утомляет. Я прихожу домой, наоборот, заряженная и вдохновленная, потому что я чувствую, что занимаюсь своим делом. Нас взращивают не только вокалистами, а еще артистами в комплексе. То есть мы занимаемся актерским мастерством, балетом, станической речью. И это все настолько интересно, и это все настолько пригодится в театре, в дальнейшей оперной карьере, что я этим просто живу, горю. И я очень рада, что у меня есть такая возможность расти именно с такими профессионалами, с которыми я сейчас расту. Убедиться в мастерстве и таланте молодой вокалистки смогли все присутствующие на музыкальном вечере. Все солисты были достойны нескончаемых оваций. Анастасия Егорова из Ленинградской области, Артур Теплицкий из Владимира, Кирилл Сысоев из Уфы и, конечно, Мария Строганова из Волгограда. Многоградный победитель волгоградского конкурса «Будущее начинается с прекрасного». Я благодарна моим педагогам в Волгограде за то, что они отдавали меня на многие фестивали, конкурсы, и я принимала в них участие. Один из таких был прекрасный фестиваль «Будущее начинается с прекрасного». Я благодарна этому фестивалю, потому что каждый фестиваль такого уровня приносит любому артисту много опыта, полезного и не может не стать одной из ступенек в его творческом развитии. Зрители с удовольствием делились эмоциями, настроением, впечатлениями, с восхищением рассказывая о концерте, оркестре, солистах. Просто на подъеме, на таком, душа просто парит. Это всегда очень интересно и позитивно. И очень благодарна, что за последние годы именно концертный зал предоставляет такую уникальную возможность регулярно нам посещать эти концерты. Сегодня такое чудесное событие. Четыре прекрасных человека, два баритона, два мецисопрано. Все они представляют фонд нашей любимой, замечательной, незабвенной примы, солистки Большого театра. Все, что касается оркестра русских народных инструментов имени Калинина, это всегда ожидание праздника. И, конечно же, это всегда оправдывается, потому что оркестр – это просто виртуозы Волгограда, мне так кажется. Ребята-солисты очень интересные. Весь сбор от концерта будет перечислен в фонд поддержки военнослужащих и добровольцев специальной военной операции «Сталинград». Это не единичная акция. Волгоградская филармония будет ежемесячно проводить такие благотворительные концерты. Также 19 ноября мы приглашаем наших зрителей. К нам приедет симфонический оркестр из Донецка. И вместе с Волгоградским симфоническим оркестром они вместе выступят на этой сцене. Этот концерт будет называться «Музыка мира». Марина Романова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».